Здравствуйте, спасибо за приглашение. Действительно, когда Денис стал меня представлять, я подумал, как же обозначить эти тексты, которые я редакту, и как эту полку свою представить публике. Меня действительно все время, конечно, интересуют такие апокрифические линии истории литературы. В таком традиционном литературоведении такой поиск антикономических текстов обычно с легкой руки американского литературоведа называют школой рессентиманта или школой такого как бы злословия. Но на самом деле я хотел бы как раз снять это напряжение, потому что мне кажется, что главная проблема русской истории 20-го века как раз состоит в том, что никакого единого канона нет. Есть скорее такие как бы инерционные туннели, которые пробитые, которые очень часто не позволяют увидеть какие-то периферийные тексты или явления культуры, которые на самом деле зачастую создают тот фон эпохи. Также меня очень давно зацепила фраза, это начало стихотворения и сборник, один из последних сборников Эдуарда Лимонова «СССР наш Древний Рим». Это очень хлесткая фраза, но если вот эта ушедшая советская культура Лимоновым сравнивается с Древним Римом, то где это отличная классика, что в общем-то нам оставил весь этот большой послевоенный русский 20-й век. И, собственно, вот в этом направлении я и стал думать и отбирать книги, которые, мне кажется, выпали из такого фокуса. Во многом они выпали за счет того, что они вот не попаривали канон, сформированный издательством «Арсис», например, который русскую литературу рассматривает как сначала подавленный модернизм и авангард 20-х, а потом та или иная форма прямого оппонирования советскому канону. А было очень много форм непрямого такого оппонирования, и вот эти формы, мне кажется, лучше всего описаны как раз в странных трех мемуарных книгах, которые я включил в этот список. Я их включил как раз для того, чтобы, мне кажется, четче представлять себе, что не было такого жесткого разделения, официально-неофициально. Вообще-то процесс пересмотра разделения на советское и антисоветское активно идет во всех других смежных областях искусства. Визуальное искусство пересматривается. Вот «Третьяковка» перевесила заново, например, если это свой 20-й лет. Вот тут к нам пришел Денис Боярин, который все время, например, в музыке выискивает, в советской музыке какие-то отдельные вещи, которые не укладываются в эту схему официального-неофициального. Например, кино уже давно, вот совсем недавно «Москвич МАК» проводил фестиваль, что-то там, фильм «Хорошего человека». То есть это фильм, который уже не рассматривается в этих, мне кажется, очень непродуктивных таких тисках. И, собственно, вот три воспоминания. Одно воспоминание из сборника с этой самой хулиганской книги, наверное, из сборника, называется «Полное окончательное безобразие». Это текст Алексея Смирнова фон Рауха, такого, с одной стороны, представителя семьи, три поколения, которые занимали прочные позиции в так называемой истинно православной церкви, катакомбной. То есть это та форма православной церкви, которая не признала вообще революцию, ушла в катакомбы. С другой стороны, это художник так называемого второго авангарда 50-60-х. Сам Раух говорил, что это третий авангард, потому что он считал, что был дореволюционный авангард, красный авангард, то и вот 60-е, и вот теперь это как бы третий авангард. А потом, прямо в момент, собственно, своей деятельности в качестве неофициального художника, Алексей Смирнов фон Раух открыл у себя форму подработки и жизни в околоцерковных таких мирах. Он восстанавливал и церковь в колитниках, и какие-то иконы реставрировал. При этом, все, что я говорю, книги имеют очень косвенное отношение, потому что книга, конечно, завораживает своей невероятной такой, как бы, злостью. Он все время цитирует автора, и не случайно серийно, потому что, конечно, полное, окончательное безобразие – это, собственно, вся история страны после 17-го года. И дилемма главного мраура, что более мерзко, как бы, мир современной России после распада, союза 60-е, 70-е, застой, и вот теперь он ненавидит это все. Он ненавидит очень страстно, и за счет этой оптики мы видим совсем другую, как бы, историю, например, вот советской, антисоветской действительности, потому что Смирнов описывает целые гребницы, как он и говорит, заговор недорезанных людей, которые прожили какие-то жизни авантюристов, например, его ученик. Учитель рисования Александр Смирнов был участником Капелевского похода, карателем, расстреливал большевиков, а это ученик Кешина. А потом он ухитрился полностью легализоваться, пройдя еще этап криминальной жизни грабил Мэтменов в Москве, и вот после всей этой Соловьев, пардон, Соловьев, да, Смирнов, фон Рауфа, и таких портретов, вот этих странных людей, которые не заметили даже в 60-м советскую власть, тут завораживают какие-то старики, драгуны, которые живут в экономических квартирах на Причистенке. Вот эта вот оптика Смирнова фон Рауфа, мне кажется, позволяет войти в чтение всех других текстов уже с более усложненной такой диспозицией. Конечно, очень злобно описан канонизированный в другой части истории период, когда московская художественная группировка, московский концептуализм, и вот все официальные художники работают в издательстве детской литературы. Рауфа это описывает очень смешно, как заговор, как гей-заговор, который приводит к тому, что все эти иллюстрации Белатова, это на самом деле накрашенные модели, которых очень любил арт-директор издательства детской литературы. То есть вот такая очень хулиганская книга. Все эти тексты при этом вышли в журнале «Зеркало» Михаила Гроутмана, художника, который эмигрировал в рамках третьей волны эмиграции. И сейчас, конечно, себе не представить такой какого-то накала, это будет страсть, который есть в этой книге. Еще один художник из нашего списка, Михаил Чернышов, это переиздание, первая эта книга вышла в Нью-Йорке в 87-м году. Михаил Чернышов, представитель другой тусовки вокруг Маяковского, мы все знаем поэтов, которые читали там стихотворения, но рядом была еще группировка штатников. Эта молодежь очень инфицирована американской культурой, на них очень повлияла выставка, американская выставка и, конечно, тот же фестиваль молодежи. Но это уже культура не стиля, а культура таких более вдумчивых ценителей американской культуры. Чернышов противопоставляет Америку, Франции, для него это очень важно в зоне искусства. Конечно, он открывает на себя джаз, он интересуется абстрактным эмбессионизмом и противопоставляет это интеллигентским вкусам, которые как раз в это время рассматривают его состро, и сюрреализм считается таким как бы правильным искусством, как правильная советская интеллигенция, оппонирующая чуть-чуть официальному институту, должно оценить. Чернышов описывает диспозицию, которую тоже сложно себе представить. Мне было, например, поэтому для меня эти воспоминания стали открытием. Диспозицию того, как функционировала информация в 60-е. Михаил уходит из школы, он переводится в вечернюю школу, для того, чтобы каждый день ездить в библиотеку иностранной литературы на Разино. Вечерняя школа начинается с 6, и вот с 12, с 11 до 12 он сидит в библиотеке иностранной литературы и читает подряд журналы «Арт на Америку», который приходит с задержкой в три недели. В 60-е еще нет такого оформленного спецхрана. Спецхран появляется после Праги. То есть те люди, которые хотели заниматься самообразованием, у них были все возможности. И Чернышов следит просто в режиме реального времени за развитием, например, американского искусства. Он очень расстраивается, когда узнает о выставке «Попела имидж», где впервые появляется несколько работ Энди Уорхова. Потому что Чернышов считает, что он открывает «ОП-Арт». То есть это немного такая «Борхесовская ситуация», это человек, который сидит в 60-е в библиотеке иностранной литературы и считает, что он, в принципе, открыл все. Чернышов была такая концепция, что для отечественного «Поп-Арта» необходимо найти какую-то, собственно, нишу продукта, известного всем. В России нет массовой культуры, считает он, но есть культура военпрома. Поэтому самолетики, танки, служу Советского Союза – это аналог «Робот-дрилла» и «Банки Кэмпелл». То есть «Банки Кэмпелл» в России – это военные кушонки, например, и вот такая концепция. Нишу, но при этом это, конечно, очень живые воспоминания такой ежедневной жизни вокруг маяка. То есть ребята открывают для себя, например, тишутс. Они уже презирают стиляк, разряженных скоками этими. Правильный штатник должен обязательно носить. «Белую майку под рубашку», в этом наряде они едут, конечно, в Крым. Также тут описана культура и школы вокруг Патрика, потому что живет Чудонашов на Малой Бронне. И первую свою выставку он устраивает в выселенном доме своих родителей. И он идет по всем этим этажам. Этот дом, насколько я понял, практически прямо на прудов. Вот то, что там построили как раз где-то в 60-е, сталинский такой дом. И на месте, где был Чудонашов, и он делает там выставку из как раз старых обоев, в общем, он напоминает то, что Маша показывает. Просто перебивает рамы. И вот сейчас эта выставка, реконструкция этой выставки, Патрики 61, до сих пор проходит в галерее Пинске на Причистинке, которая, собственно, эту книгу и переиздала, потому что эта книга была большим раритетом. Ну и третий такой контекстуальный сборник воспоминаний. Это более сложная история. Первая книга писателя Ваданилкина. Тогда он еще не был писателем, он был критиком. Она родилась из общения с еще одним представителем, конечно, абсолютно другой советской культуры, Александр Андреевич Параханов. Когда мы издавали Параханова в Адмаргене, он был очень явным, большое противоречие между ярким человеком, который сыпал просто афоризмами, воспоминаниями, уровень остроумия и скорость реакции, завораживало и теми текстами, которые он выдавал, стоило достать диктофон, или нужно было дать интервью, или даже его романы. Было такое большое противоречие, что родилась идея записать какую-то устную историю, просто понять, как это все работало. Когда первый раз мы пришли записывать эту историю, Александр Андреевич приоссанился, пропел телегу о том, как он встретил ангела на берегу океи реки, и стало ясно, что ничего не получится, что это будут опять готовые такие идеологены. Ну и, вот, поскорее об этой истории Данилкину, Данилкин подошел, по всему делу, с очень мощной журналистской хладкой, и он начал опрашивать знакомых разных, которые наблюдали за биографией Проханова. Проханов как фон Рау, как люди 37-38 года рождения, то есть это люди, участвующие тоже в этом движении, как бы вот теперь, ну, с такой вот странных сторон. Мне кажется, очень важно понимать, что они еще представители просто других династий, потому что Проханов, например, происходит из семьи Малакан потомственной, то есть там есть что-то сектантское, в этом как бы драйве, в этом социальном темпераменте всегда есть какая-то религиозная вещь, и Проханов заканчивает в обсуждаемый вот этот период другой вот теперь авиационный институт, решает и сменит свою жизнь, и настраивается сначала лесником где-то вот в лесах под Новым Иерусалимом. Данилкин провел в Оснищей лесочке, это лесничество, конечно, выглядело очень странно, во-первых, там лежали все время свежие номера Нью-Йоркера, и возвращались в Северный. Поездок в Чернышов, в библиотеку иностранную литературу, то есть на самом деле до 67-го года, если вам что-то было интересно, все можно было отыскать. Плюс Чернышов Проханов проводил диспуты, например, с Натаном Ильманом, который работал в каком-то ДК сельском ряду, то есть это была целая такая эскопистская мощная волна, то, что Чернышов, например, снимал целый год дальше, 53-й километр от Москвы, то есть вот эта ищущая молодежь активно переезжала в какие-то... занимался таким прото-дауншифтингом. Ну и вообще-то, это биография Данилкина наполнена этими деталями, которые описывают, как вообще работало общество, как появилась, например, эзотерика 70-х, когда оттепель сменилась за стоем, стала очень популярна йога, и она как бы просачивалась, с одной стороны, через южинские круги, потому что южинцы пережили и оттепель, и вот этот мамреевский вископ, который, кстати, фигурирует тоже очень смешно, у Смирнова, как мамреевская компания ночует в гробах, в церквах-калинниках, и с радостью кладби-нищи, кладби-щинизирует московскую квартиру, то есть, можно сказать, какие-то элементы, какие-то банки, доставляют по московским квартирам. Собственно, вот эти три воспоминания, мне кажется, это такой как бы фон, через который мне лично было интереснее читать все другие книги, и тут прямо глаза разбегаются, но вот я впервые вижу первое издание замечательной повести Виктора Некрасова и Кира Георгиевна, конечно, это мощнейший графический дизайн, что сейчас уже становится ясно, но это одна из моих любимых таких экономических оттепельных повестей, как и у Оренбурга в оттепеле, это открытие как бы таких эротических отношений. Главная героиня Кира Георгиевна это скульптор, и она находится в сложных отношениях, с одной стороны, с натурщиком молодым Юрочкой, с другой стороны, с мужем таким академиком, как бы сталинской академии художеств, и в это время еще выходит репрессированный первым мужем вот в этих всех как бы сложных отношениях. Кира Георгиевна остается героиней Виктора Некрасова, который был не только автором канонической военной повести «Вокоп от Сталинграда», но тоже известным балабуром, важным таким социальным элементом мультиплиной культуры, киевлянином, который очень любил свой город, активно приезжал в Москву и дружил тут с широким кругом официальной, полуофициальной, актуальной культуры от Шпалькова до Виктора Мельникова, сына архитектора Мельникова. При этом повесть завораживает тем, что тут нет ни грамма морализаторства, то есть она по-настоящему не встает ни на какие идеологические позиции. Она написана таким легким воздушным языком, но Кира Георгиевна при этом, безусловно, кто-то, наверное, похожий на Кира Георгиевна Муракова, потому что это очень такая жвяльная фигура, там замечательные шутки, все время еще есть уровень этого разговора об искусстве, то есть это такая металитература, вечеринок с УД, искусство. Очень замечательная, легкая вещь, я прямо завидую тем, кто застал это первое издание, представляете, выпущу такую книгу в метро, в эскалаторе. Про метро тоже немного в сторону. Базная очень книга, которая, наверное, в отличие от других, гораздо более известна. Это книга «Последняя Юрия Олеши», которая впервые напечатана была при его жизни. Этот фрагмент был, фрагмент напечатан в литературном альманахе «Москва». И вот первое издание было уже посмертно. У меня этот уникальный, очень современный текст. И Олеши, в принципе, прямо внутри этого текста и говорит о том, что он пытается создать современную книгу. Это, в принципе, набор отрывков. Потому что Олеши считал, что книги читаются сейчас в перерывах, что на книге оказывает очень большое давление на телевидение и газеты, в метро, даже на экскаваторах. Для чего должна быть большая книга? Он считал, что такой элемент главных высказываний это 20-30 строк. Если это 100 строк, то это роман. И вот из этих осколков, эти осколки наполовину его личные воспоминания, наполовину стихотворения в прозе, знаменитый текст про большую шорную бабушку, которая приезжала и висела. На подоконнике, прибегнув ко всем силам и микриям. Этот текст существует в исполнении Олеши, он был на пластинках. То есть очень разного рода тексты. Какие-то тексты это эссе прочитанном, какие-то тексты это автобиография, какие-то тексты это просто стихотворение в прозе. Но ни одной канонической версии не существует. То есть в этом смысле эта книга напоминает знаменитый труд Беньямина Пассаженверк, потому что авторской сборки не было. Это был набор таких папок. И в этой разрозненности, конечно, ее невероятная оригинальность, в каком-то смысле это книга жизни Олеши. И существует она, сборка, которая продолжает выходить. Эта сборка составлена Шкловским с помощью ассистента Михаила Громова. В 2000-х годах вышла более такая академическая сборка Виолетты Гудковой под названием «Книга прощания». А сейчас я вот недавно узнал, что в Питере какие-то люди сделали уже третью сборку той же самой книги. И, конечно, я думаю, что из этой книги на самом деле может вырасти совсем другая современная волна, которая, я уверен, прямо в ближайшее время появится на русском, потому что пока победила у нас все-таки такая идея литературы психологической. Если мы посмотрим на круг как бы премиальных акторов, это все конечно очень консервативная психологическая проза, которая сейчас может существовать только в каком-то гетто, как там классический театр. Альманах Москва вообще 50-е, 60-е вот время как-то дозорства это время еще конечно альманахов, не только толстых журналов, про которые знают все, но и разного рода альманахов. Вот культовый альманах «Тарусские страницы» вообще по-моему супер обложки, тоже странная история, потому что «Тарусы» наверное все знают, это так же как переделки, но важный такой лопус как бы скорее франдерской культуры, там усилился Паустовский, это был 101-й километр, там жива Афмакова, кто там только не жил, там был целый круг полуофициальных акторов, главный дух «Тарусы», слава богу, до сих пор с нами существующий это Виктор Петрович Голышев, знаменитый переводчик, который представитель такой древней Тарусской династии, потому что в Тарусе жила его мать, отец, отчин и новая жена отца, то есть там было две семьи Голышева, Голышев до сих пор сам проводит каждое это в Тарусе, и отчин Голышева составил, да, и в Тарусе в Калужском издательстве выходят первые важные эти оттепельные все книги, очень странно выглядящие, например, первые сборники Куджиалы, которые открываются стихотворением про Ленина, очень таким социалистическим вообще там оформлением, такое еще старинское, потому что уже эстетика в больших городах меняется, но в Калужском книзу издательства она еще как бы не изменилась, и вот такой важный сборник, составленный при благословении Паустовского Ортоном, Николаем Ортоном, кинодраматургом и отчимом Паустовского, он как бы просто очень интересно сделан, мне кажется, стоит такая очень современная форма бытования литературы, открывается этот сборник текстом городок на реке, это вообще гимн малых городов России, гимн этой реновации, которая сейчас происходит, Паустовский просто в трех словах описывает почему-то русы, это очень круто, этот импульс проработал 50 лет или даже больше, но и вообще это, конечно, шедевральная работа журналистка с работами по творчеству, то есть просто мим города создается на двух страницах, но я выбрал свой список такую важную тоже тему бумажное кино, потому что писалось много сценариев, которые не ставили, не были поставлены, и мне кажется, что во многом они писались как какие-то проекты, бумажная архитектура и могут читаться просто как отдельный абсолютный текст, и есть собственно киноповесть «Бумажные цветы», написанная Оттаном с Гладковым, «Бумажные цветы» это, конечно, символ пальши, это социальные пальши, разрывшиеся, в социуме, но это все решено очень как бы изящно, там есть обворожительные негативные герои, собственно, первые такие кооперативные движения, то есть дилемма стоит в том, что молодежь, работающая на бумажной фабрике, которая хочет нарисовать правильные обои, мы их потом увидим на выставке Чернышлова, вот люди, которые борются за правильные обои, правильные узоры, правильные ткани, конечно, не дают, одна из героинь, ее соблазняет падшая женщина, которая предлагает рисовать бумажные цветы, продавать, для того, чтобы накопить нашу, советские мифы отлично показаны, кончается все немного как в Ахаке-Ахаке, еще эту фугу, крадут, где-то нужно вернуть эти деньги, замечательная абсолютно повесть, которую, мне кажется, в текстовом виде даже, конечно, увлекательнее, чем постановки, я не представляю себе, но бумажные цветы выглядели бы комично, но это написано, в этой линии бумажного кино, конечно, важнейшая фигура Геннадия Шпалекова, наверное, конечно, всем здесь известная, вообще, переделки нужно проводить шпалековские чтения, начинать, мне кажется, уже в этом году, потому что Шпалеков, конечно, это очень важная фигура, это его единственный сборник который начали готовить при жизни, но он вышел посмертно, художник Ромадин нарисовал всю свою ложку, согласно мифологии, многие тексты, конечно, не вошли, поэтому названия этих текстов изображены в качестве иллюстрации. в этом сборнике есть фрагменты дневника Шпалековского, его стихотворение, дневник тут выглядит как разродненные заметки, но и в принципе Шпалеков, конечно, это гигантская фигура, можно брать любой текст, но я выбрал Прэкспок, это его последняя работа, которую он якобы писал для кино, я абсолютно уверен, что, конечно, у него не было идеи, что ему это разрешат поставить, или он смогут это поставить, потому что это, конечно, глубочайшая такая история летовского просто накала саморазрушения и не случайно, конечно, интересным образом Егор Летов взял два названия Шпалекова «Долго и счастливая жизнь» и «Прыкспок», но ни разу никому не признался в том, что этот автор для него важен, я специально перед сегодняшней поездкой навел справки нашего летоведа. Летов уверял, что, да, конечно, он знал название «Долго и счастливая жизнь», но когда писал свой альбом, он просто выявил из головы, но эта история потом тоже комическим образом зазеркалилась и повторилась. Режиссер Борис Хлебников, как вы знаете, снял фильм «Долго и счастливая жизнь» Хлебников окончил в гиг, он не мог не знать о Шпалькове, но он ухитрился не знать о Летове, и он первую услышал Летову как-то смонтировал фильм, и все, кто участвовал в съемках этого фильма, даже как бы не обсуждали с Хлебниковым, то есть это преследующее незнание, амнезия, которая закрывает какую-то травму, следует, конечно, за шпальковскими формулировками и текстами. Шпальков – это, безусловно, русский гидебор, это лидер темного шестидесятничества, человек, который смело переходил границу официального, неофициального, человек в постоянном движении. Вообще, это прадяжничество шестидесятых завораживает, во всех воспоминаниях фигурирует на чоктях, на каких-то крышах, на каких-то подъездах, это вечное блуждание по городу, которое более оптимистично представлено в фильме «Шагаево», «По Москве или июльский дождь», но это была такая, как бы, рутина, город еще не был 24 семьи, и поэтому такой, как бы, ручной интернет стало в том, что люди постоянно перемещались по городу, и в этом Шпариково пробросе, прорыве есть, конечно, перманентный поиск в заметках, которые идут в приложении к этой книге, и потом качует из одного сборника в другой сборник, есть один день Шпарикова, летний, который начинается с того, что Шпариков продает какие-то книги в Букинисте, а заканчивается в шашлучке на ВДНХ, это вот такой день, как бы, прогулка, это, безусловно, очень близко к тому, что приблизительно в это же время называет Гидебор словом «психогеографиям», Гидебор это «дрифт», но тоже блуждание такое, а у штатников типа Чернышева или Палькова конечно прошвырнулся по городу, прошвырнулся. Отдельный круг таких вот фигур, которые с одной стороны существовали в каком-то официальном пространстве, с другой стороны их влияние на общество и на культуру не ограничивалось официальной частью это замечательный питерский писатель Эрик Грачев удалось Денису разыскать его первую книгу это большая редкость потому что вот эта маленькая книжечка это все, что вышло официально при жизни Эрида Грачева это петербургский писатель автор очень странных маленьких эксенциальных рассказов самый канонический рассказ «Зуб болит» он просто посвящен разговору в поезде двух людей и через эту тему «Зуб болит» открываются невероятные глубины Эрик Грачев пользовался авторитетом во всех литературных питерских кругах его продвигала официальная советская писательница Вера Панова к нему приезжал в гости Бродский но при жизни удалось создать только эту книгу потому что Грачев был радикально против любого компромисса для него литература была делом очень эссенциальным но при этом он спокойно существовал в рамках переводчика Камимо Сент-Экзубери и вообще это конечно линия Олешевская абсолютно Рит Грачев тоже происходил из странной семьи потому что его папа был большим фанатом Киплинга и назвал всех своих детей именами дед героев Киплинга матери Грачева Маули дед дядя забыл тоже Киплинга имя Рит Грачев к сожалению в конце 70-х вот эти наследственные психические вещи стали преследовать у него были приступы панических атак шизофрении и по сути дела он где-то с конца 70-х до 2010-х проводит все время в психбольницах поэтому для него эти 60-е никогда не кончаются и весь корпус его текстов составляет страниц 300 из которых половина это эссе в том числе важное эссе по Фолкнере это такой русский эксенциалист который при этом пишет на очень энергичном русском языке больше всего напоминающем Олешу очень плотная прямая метафорика очень короткие фразы и канонические вещи Грачева рассказывает 2-3 страницы которые может немного напоминают еще тексты Добычина одно из прям важных мне кажется литературных имен интересно что это имя навернулось к нам не так давно благодаря журналу Звезда вообще журнал Звезда пока в Москве выручались премии букер и антибукер заполномерно издавала разного рода потаенную ленинградскую прозу также в Звезде вошла посмертная книга другого моего любимого писателя Юрия Ретхео это Звезда советской литературы писатель Чуча Минезду Чуча писатель человек легендарный член Союза писателей Ленинграда человек который получил телеграмму от Хемингуэя Well done Ретхео в первой книге последняя посмертная его книга дорожный лексикон до сих пор находится в редакции журнала Звезда появляется на всех ярмарках я всегда вкупаю дарю это такой набор как бы воспоминаний тоже своего рода автофикшн может быть немного напоминающий книгу воды Лимонова где разного рода тексты выстроены в виде такого алфавита арбуз слово арбуз это знаменитое написание как Ретхео с другом едет Ленинград через Владивосток по Владивосток они в школе проходили слово арбуз решают попробовать арбуз они покупают на последней арбуз во Владивостоке и понимают что слово они проходили а как есть арбуз они не представляют они решают срезать какую-то часть маленькую попробовать ему не нравится потому что они едят в порт они его выбрасывают это были последние деньги на билет поэтому приходится Ретхео в порт еще проработать в Владивостоке когда он доезжает до Ленинграда в это время советская культура породила целые мощнейшие институты адаптации национальных меньшинств был институт народа паршники вступает Ретхео первая его книга люди нашего Берега выходят в авторизированном переводе с чукотского он быстро учит русский язык также быстро он учит английский язык что его конечно спасает в 90-е потому что Ретхео абсолютно незаслуженно непрочитанный в России писатель он писал на русском для франдирующей интеллигенции он был знаком и символом советского официоза чукчи-писателя дружба народов навеса на зубах но для всего мира это один из оригинальнейших колониальных постколониальных голосов красный маркес телеграмма Ретхео была не шуткой не случайностью потому что Ретхео частый представитель советских делегаций как человек очень незаурядный с очень живым умом и прошедший путь радикальной модернизации собственной жизни поедали моржиного сала до жизни в Петербурге и Нью-Йорке все это происходит в одной как бы жизни поэтому он очень быстро учит и английский и французский он становится послом доброй воли ЮНЕСКО он активно впитывает мировую литературу он дружит с Маркесом и Капушинским его называют Капушинский польский журналист получил славу такого автора магического репортажа потому что Капушинский ездит по странам третьего мира они пишут очень периодические книги например в Эфиопии то Рэдхэл сам становится путешествующей страной третьего мира и его международная слава конечно присутствовала всегда в 90-е стала его основной жизнью потому что когда происходит распад из советской индустрии литературный Рэдхэл никто не издает до появления Абрамовича кстати последние книги были изданы на деньги Абрамовича журналом «Звезда» но Рэдхэл считает что ему стоит пожить в другом месте он уже в Нью-Йорке он живет в Нью-Йорке он знакомится с Русиеном Лейлисом издателем из Швейцарии агентом и вознакомит другой наш герой чем Исай Кматов и начинается насыщенная жизнь международная как и литературная звезда и текст Рэдхэл по итогам первого десятилетия 21 века выходит в топ-10 самых популярных авторов в Японии на втором месте выходят итальянские немецкие американские издания по Германии Рэдхэл просто ездит с турами его последний роман не автофикшн а вот роман роман с Патани Анной Одинцовой история о том как питерский этнограф становится по сути дела чучей ученицей шамана вообще очень завораживающая история с Абсолют с Абсолют с Арофинскими такими как бы моментами инициация Анны Одинцовой это я не верил своим глазам это вот издал по-русски только роман Брамович и насколько я понял все эти книги были застаны в Чукотку и вот до сих пор Рэдхэл мне кажется скоро переживет историю похожую на историю Ханса Фаладе такого ГДР классики немецкого писателя которого во всем мире не читали пока его заново не открыли американцы перевели на английский и такой антифашистский официальный ГДР писатель сейчас стал опять одной из звезд мировой литературы вот переоткрытие Рэдхэл к нам опять придет с запада в какой-то момент и вот эта линия как бы национальных литератур она вообще конечно заслуживает отдельной большой мне кажется лекции или семинары потому что конечно это уникальный абсолютно советский эксперимент в моей поторге есть два как бы таких национальных автора один это Чингис Айтматов с повестью Джамиля повесть посвящена уходу во время войны женатой молодой женщине Джамиля из семьи очень такого консервативного как бы киргизского уклада но текст тоже оттепельный все это конечно начинается через мета искусства потому что свидетель трагедии Джамиля не трагедия решительного такого жеста который исправляет биографию ее младший брат который потом становится художником Джамиля начинается старой юный художник киргиз становится советским мэшом он смотрит на свою картину и вспоминает историю Джамиля получила невероятное международное признание и при своем выходе в Ирак он назвал это самой красивой истории любви 20 века но и буквально недавно ну сравнительно в 2007 году вышел уже второй перевод ее на английский язык то есть конкурирующий второй перевод то есть переперевод он вышел в издательстве телеграм и стал большим событием да Джинги Сайдматов еще интересен тем что это одна из первых его повестей она написана на киргизском то есть он вышел в новом мире в переводе на русский и вот это напряжение как бы с неродным родным языком которое есть конечно и у Рэдхэо и у Чингиза Этматова потому что русский язык был таким языком донором потому что конечно Арагон читал французский перевод не с русского языка а не с киргизского это как бы важная большая история такой культурной апроприации с одной стороны на другой стороне зависит обращение потому что малый язык конечно не может пробиться в какие-то глобальные пространства и вот этот русский язык донор собирающий национальную литературу выполнил важную функцию Максут Эбргимбеков бакинский писатель писал уже на русском то есть он не писал на азербайджанском и поэтому его повесть кто поедет руссковец можно рассматривать как факт русской литературы потому что она написана русском но тем не менее мне кажется там тоже есть такое напряжение неродного русского потому что это все немного напоминает мне кажется Селинджера в переводе Риты Ковалевой это очень дистанционный холодный русский язык с правильными точками он очень правильный поедет руссковец это молодежная нигеристическая повесть это уже начало застоя молодой сотрудник НИИ инженер считающий себя умнее всех других понимает что такой шахарный день не требует двух охотных работ он идет чтобы получить доветение взять отгул справа обмануть по дороге встречает девушку предлагает ей послушать ригонду пластинки тарша а вот этот пример дизайна но в какой-то момент все начинает рушиться потому что девушка ему рассказывает историю своей жизни что на завтра уезжает руссковец на годы советские годы потому что нужно позаботиться о маме большая история семейная этот циник молодой прорывный циник на его эту встречу переворачивали и он тоже едет руссковец короткий сюжет если вы не смотрели замечательную экранизацию где циничного героя нашего времени играет Критановский очень советую выделить какой-нибудь вечер это вот нигилистическая но очень такая эстетская повесть мне кажется очень сильно срезонировала в нигилистических гламурных повестях нулевых вполне возможно что у меня такое впечатление родилось из-за странного русского языка потому что я говорю у меня что-то как бы немного не то очень правильно деревянное он очень напоминает то как стали писать такие уже забытые фигуры как например Оксана Ровскина у него тоже русский язык мне кажется это что-то такое что требует собранность нужно вовремя держать себя в руках там есть такая такая скованность которая есть у винаева дух мне кажется что вся эта такая городская волна волну черпает свое вдохновение негласное но вообще Максут Абрикимбеков конечно интереснейший писатель который носит такой характер шкатулки с двойным дном замечательной его повести не было лучше брата посвященная ссоре двух братьев но это конечно гимн многонациональному баку где сталкивается прошлое такое советская мечта о модернистском будущем еще есть один большой сюжет потому что можно про каждого из писателей говорить отдельно но я хотел бы отойти еще в сторону воспоминаний всего этого мира нужно еще представлять себе как функционировала книга-издание какую функцию литература и книга выполняла в первой части советской послевоенной культуры ну как бы это отепель и застои не знаю как определить это время потому что мы рамки все время плавали надо понимать что до 73-го года советский союз не подписывал Женевскую конвенцию у нас не было защиты прав то есть это так называемые конвенциональные тексты существовала предпринятая принятая еще царской России практика под названием свобода перевода говорят царской России свобода перевода была введена для того чтобы русские тексты переводить на тексты мангнациональной империи но в советские времена это работало таким образом что до 73-го года авторским правом защищался русский перевод а право владельца можно было не спрашивать то есть если у тебя попалась книга Фолкнера и тебя привез кто-то или ты побыл на даче у Проханова или в журнале Нью-Йоркер там был передал хороший рассказ но можешь его перевести и тебе ничего не надо делать поэтому круг переводчиков был такой особой важной субкультурой было несколько важнейших семинаров школа Кашкина Лурье и эти семинары проходили в разных институциях но переводчиком мог стать любой кто знал языки и конечно уже упоминавшийся сегодня Виктор Петрович Голышев классик перевода классик это вовлечение Америка и главный наш штатник поклонник Соединенных Штатов Америки таким образом перевел очень много важнейших текстов и соответственно потом переводчики с этими текстами либо пускали их в списках по кругу либо ходили куда-то пристраивали в журналы в эль-монахи и даже когда в 73-м году Советский Союз подписал Женевскую конвенцию и эти тексты стали охраняться было выбито право газетной и журнальной публикации без права это привело к тому что в 73-м году полкниги Нормана Мейлера описание биографии Марины Монро напечатала литературная газета и после этого взвыла мировое издательское комьюнити и когда это полностью закончилось это был последний акт такой книгу Свободы и хотел рассказать о нескольких таких важных переводах потому что те же были тексты которые влияли на читателей и написателей одна главная история наверное очень сильно до сих пор гордирующая история русского издания завтрака у Тиффани которая состоялась в 64-м году книга попала завтрак у Тиффани попала в руки Голышева где-то в начале 60-х потому что журнальная публикация журналист состоялась в 58-м году отдельное книжное издание кажется 62-м Голышеву текст понравился он его перевел и пошел его пристраивать сначала он пытался пристроить журнал Москва главный редактор журнала Москва сказал что он не уверен что советскому читателю нужна повесть о падшей женщине но тем не менее его сняли главного редактора и первая публикация состоялась в журнале Москва Голышев в своих воспоминаниях говорит что сняли главного редактора за содержание подпольного советского бордей я пытался найти какие-то доказательства пока не удалось нужно спросить посту у Голышева но был перевод подвергнут легкой цензуре были вырезаны первые 10 страниц где описывалось что главная героиня Холли живет снегом как-то еще это просто вырезать но уже через год Голышеву удалось пристроить эту книгу в библиотечку огонька вы наверное помните эти маленькие красные книжки мягкой обложки с красным таким крышком и Голышев участвовал в подготовке этого издания и очень гордился тем что там напечатаны фотографии там дизайн этой библиотечки огонька как вы помните фотографии похожие фотографии висят на втором этаже домотворчества на первом этаже на первом этаже писателем Голышев читал свою книгу на скан и была напечатана фотография Трумана Капоте где в оригинале Трумана Капота накрашена и вот так вот лежит этот важный американский скандал Трумана Капота шокировала американскую публику в черно-белом виде конечно не видно что он накрашен но видна общая тонность такой позы и многие современники говорят что этот накрашенный как бы черно-белый накрашенный капот смотрящий с киоска свою печать производил вообще знак инициации такой но история продолжилась потому что Голышев очень гордился что он ему дал эту книгу и отправил через агента автору русское издание и агент написал что никогда нигде не использовать эту фотографию потому что эта фотография стала ползом для гигантского американского скандала она действительно больше ее агент не хотел нигде использовать из-за того что в России была так сказать свобода перевода то есть никто не знал что даже в Советском Союзе хотя Капота до этого не так давно в 55-м году был в Ленинграде вместе с Дикси Лэндом в качестве журналиста и также Голышев переводил много текста Фолкнера вообще Фолкнера южноамериканская волна очень важна для мне кажется традиции русской неофициальной прозы даже не просто волна а то как это звучит по-русски потому что Фолкнеры переводили лучшие переводчики того времени и конечно они изобретали просто русский сленг для того чтобы это все звучало по-русски если вы никогда не читали вот этот сборник то просто классика всех переводов берите любой рассказ как Мисси Голышев Ларье я хотел рассказать о другом человеке Владимир Муравьев по кличке Мур это такой важный переводчик который в основном переводил в стол это одна из немногих его публикаций он знаменит тем что он стал для Венечки Ерофеева таким московским учителем когда Ерофеев приехал в Санкт-Патте учиться на филдпаке Муравьев был уже таким признанным лидером Муравьев по-многому образовал Венечку давал ему почитать мне кажется что безусловно Венечка читал переводы Муравьева в рукописи Муравьев еще перевел это первый русский переводчик Хоббита поэтому совершил небольшое уфологическое открытие что во многом Москва петушки хоббита версии Муравьева то есть то что русский язык Муравьева очень повлиял на Ерофеева это просто факт когда вы почитаете любой муравьевский перевод Холкнера вы узнаете эту интонацию но я уверен что конечно Хоббита читал Ерофеев в этой мифопоэтической Этисеи туда-обратно муравьевский все это все это может быть есть еще замечательнейшая писательница Фланарио Коннор ее в постсоветское время переводило издательство Коломн я много слышал про величие этой писательницы это любимая писательница очень сильно повлияющая на Тарантино вот этот жест когда Сэмэл Джексон перед тем как выстрелить читает как бы проповедь это классическая мизансцена Фланарио Коннор это очень странная такая католическая готика такой абсурд жизненный и все время вот думал что как же как я пытался читать эти переводы современные и не понимал величия этой писательницы вот мне попалась книга которая вышла в 67м году по-русски хорошего человека найти сложно тиражом 5000 это просто великолепная конечно русская литература это несколько переводов Муравьева и других и вот рассказ Сой Земли мне кажется там есть многое оттуда мог подчеркнуть Имамлеев и многих неофициальных писателей потому что повторюсь все эти тексты существовали еще до книжной ротации то есть эти списки передавали друг другу и выходил сам издатель остался только один герой мне кажется из того что лежит на столе про которого я не сказал это на ради погодин тоже такой странный персонаж которого можно обозначить как человека пограничного потому что он существовал на границе официальной и неофициальной литературы ради погодин сохранился в советские времена как советский писатель при этом безусловно как детский писатель при этом безусловно если вы попробуете почитать эти рассказы детям у них будет много вопросов скорее вот эта форма такого фрагментированного наивного сознания то почему оперировал погодин но когда я прочитал взрослые повести которые вышли в 87 году многое встало на свои места а ради погодин уникальный как и все в принципе люди с этого стало персонаж в истории русской литературы он успел повоевать пошел добровольцем на фронт он служил в разведке когда война закончилась погодин как писал в своих дневниках не мог остановиться он все время видел эти сцены как бы насилие крови и он жил такой как бы околопитнической жизнью он жил в разных городах все время менял работу он не мог остановиться и жить обыкновенной жизнью потому что внутри его что-то все время толкало и одно время он, например, работал пожарником в Москве и в это время вышло постановление знаменитое Зоченко и Ахматовой рабочих собрали пожарных для того чтобы донести официальную позицию партии и погодин сказал, что Жданов уйдет а там Зоченко останется после этой фразы друзья сказали погодину что тебя арестуют после этого погодин находился в перекати поле еще три года и он может жить такой жизнью я здесь потому что оно ему очень напоминало состояние войны и разведки он все время был такой последний ветеран воющий человек в какой-то момент через три года его отпустило и он вернулся в свой родной город в Ленинград начал жить устроился на работу где его собственно арестовали но за время вот этих всех перетурбаций уже приближалось время амнистии и он отсидел совсем мало вот его отпустили после того как он отсидел он начал писать не только в стол потому что те повести мост дверь которые вышли в 87 году в серии что-то писатели Ленинграда были явно написаны в 47-48 году но он стал автором таких канонических детских книг например рассказы о веселых людях и хорошей погоде такие рассказы могут писать и шпариков конечно это еще очень алкоголизированная проза не надо признаться то есть вот это разрывы какие-то сознания которые погоден делал вид что они принадлежат детскому сознанию они конечно такие как бы разрывы похожие на разрыв Еленички и Шпарикова он был человеком пьющим но дожил он до прямо недавних времен мне кажется умер в 2008 в начале двухтысячных и дожил до возвращения в литературу в качестве взрослого писателя проблема в том что вот эти книги стали выходить в перестройку когда у нас стал выходить Платон Магельштам и конечно шансов им быть прочитанным толком не было и мне кажется они еще ждут своего читателя при этом странным образом мне кажется что скоро детские книги Погодина тоже вольются в какой-то его корпус просто текстов потому что я пробовал читать своим детям книжку про Гришку с говорящим вороблем взять и все мне кажется было интереснее мне чем детям дети веже его слушали потому что дальше мы не продвинемся хотя бы довольно много книг вчера разговаривал с подругой которая подарила книгу ожидания ради Погодина у него шикарно рисовал на обложке она тоже аккуратно спросила на какой возраст я думаю это рассчитано но тем не менее взрослые могут вполне для себя открыть ради Погодина ну собственно вот такой краткий экскурс то есть при этом я хотел бы вернуться к своему инфродакшену я ни в коем случае не предлагаю переписывать или сносить какие-то каноны что необходимо не знаю читать только Погодина пусть как бы существует все цвета но тем не менее мне кажется что наше представление о том как функционировала советская культурная система носит очень ущерб характер то есть это был гораздо более сложно организованный многоуровневый мир и чем раньше мы отойдем от любой канонической версии потому что мы до сих пор все-таки существуем в плейлисте издательства Арсис до сих пор еще и события опять издает на бок чем быстрее мы усложним картину мира тем нам проще будет конечно смотреть и в будущее потому что не изучив 20 век страны нам сложно будет существовать в 21 веке и особенно конечно мне приятно все это произносить в переделке где происходит такое возрождение и вот это возрождение мне кажется тоже должно носить более сложный характер и чем сложнее будет диспозиция тем интереснее будет наша жизнь и тем шире будет какое-то пространство для культура и ее жестов поэтому большое спасибо за приглашение и вот замечательные конечно очень красивые книги все отлично что они будут доступны библиотеки может быть что они могут использовать эту инсталляцию по прямому нужно большое спасибо спасибо